Мы одно дело делаем, все-таки педагоги должны каким-то образом, ну сами вот немножечко больше, шире, шире, да, не важно, шире. Вот, смотри, вот мы сейчас говорили только что про то, что, что же там пауза, надо было запеку и поставить. И тогда там была цезура. Композитор предполагает, Бог предполагает, а мы играем. Вот почему берите ноты, ноты это основа, и дальше творите, играйте что хотите. Единственное, что есть большая просьба к вам. Вот мы слушали оркестры, вот Евгений Петрович правильно говорит, что он написал, играйте любые трактовки. Но трактовка любого произведения, она должна изменить и соответствовать стилю. Если играют действительно в сельские зори, я не буду говорить какие оркестры, таких было много, или русскую песню, неважно. Играют как танец слонов, то это уже встреча расцвета не в деревне, извините, под Орлом или под Сызренью, а это где-то в Индии. Поэтому вот это все зависит от вашего, скажем так, вкуса, от вашей культуры. Это самое главное. Вот почему многие, кто выходят на эту сцену, берут что-то, но для чего не понятно. Вот о чем говорю. Опять же, не воспринимайте это как, ну что ли, критику, как просто пожелание. Если вы что-то для чего-то берете, то это что-то должно соответствовать чему-то. Это понятно. Но ближе. Давай, первый, коллега. Дай мне кому-то. О! Мне он больше раз все гармонисты стали с задними ремнями играть. Вот у меня, не поверите, до сих пор нет задними ремнями. Я о ней расскажу, в деревне беру, так вот, да, и на локоточек играешь, и все нормально получается. Сейчас, буквально секунду. Я просто объясню, для чего я взял перед тем, как мы с тобой все это прережим. Тянусь, вот так вот. Вот сейчас говорили о мехе, то, что инструмент плохой или что-то там где-то. Дело в том, что есть яркие отличия между гармонию и баяном в работе с мехом. И это однозначно. Почему? Потому что баян, он более высокой конструкции, более такой плотный. И вот он лежит на ноге, и он, в принципе, сам тянется туда. Особо там, ну, немножко там руководитель, типа того. Но это я так, вот, примитивно это понимаю, что не обижайте его, а я такой плотный 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 плотный. У гармонии есть преимущество, поскольку она легкая сама по себе. Ну, 7 килограмм, 9 килограмм готово-выборное, ой, не готово, на подобие. Хотя уже есть готово-выборное. Многотембровая гармония. Была из 5-ти голоса, из 6-ти голоса. Очень хорошая гармония сделает мастер СИЗО. Вот он, кстати, первый сделал в 1994 году. Для меня инструмент. Вы, многотембровый, он 5-ти голоса, здесь 12 регистров, здесь 4 подборожца. А сейчас последний инструмент он сделал для ученика Эльдюны Петровича, для Паши Фамина. Тоже 5-ти голоса, но там уже полная регистровка левой квартуры. Всем регистры. Это выдает возможность исполнения. Хотя я, честно говоря, в нескольких моментах против левой регистровывать. Почему? Иногда уходит вот эта фольклорная основа. Но зато появляется очень много возможностей играть в хорошую профессиональную музыку. И вот, и читая эти моменты, регистровая, она немножко теряет, скажем так, набор воздуха, что ли. А вот эта гармония, какая компрессия. И вот, когда вы играете, вы можете просто сыграть. Я преимуществом гармонии, но особо не изучаю. Вот она, простое деревенское страдание. Можно вы играете. Ну, это понятно. На баянии вы просто идете, а здесь вы идете чуть-чуть вперед и сверху. И вот так. Но вы же можете играть так. Каждую нотку. Каждую нотку выдерживаете. Вот эта филировка метод, она очень пригодится во всех пьесах, особенно народного направления. Это первое. Теперь мы говорили о том, что вот этот парень, у него инструмент плохой. Не столько это, сколько он просто ведет метод. Элементарно, чуть-чуть сдерживайте плохой инструмент сами. Вот он у вас на руке. Можно просто или даже ту же самую постсакарию. Все, не хватило. Это понятно, о чем я говорю? То есть, элементарный прием, почему-то все, такой самый простой прием, почему-то спрашивают у композита Актербенка. Мне кажется, Актербенка должен заниматься другим, он должен писать, должен показывать. Поэтому техника владения инструментом, это, в принципе, достаточно простая. Но, если повторяю, есть небольшие отличия между Гармонией и Бояном. Ну и самое главное отличие, скажем так, помимо репертуарного класса, который сейчас, слава Богу, настолько широк, что можно играть все, что хотите. От Бетхойна, Моцарда, не знаю, Гензеля, от ВКШ и дальше до, ну это детская классическая школа, это две ребят, до Гершина, я не знаю, до Стиви Уандера, я не знаю, до Стиви Уандера, не знаю, до Стиви Уандера, до Стиви Уандера. Это, кстати, неправильно я жалую, почему? Ну, неправильно жалую. Вот, ты неправильно. А тут вот звук. Вот, набираешь вот это вот, выпустил вот так. Вот, выпустил. Все, вот это правильно. Так вот, дай мне. Если вы берете народный класс и делаете так, что ваш ученик выходит, яку выходит, то он, соответственно, должен работать с залом. Вот, поэтому, в темах моего мастера класса определили, как сценическая, скажем так, работа ученика. На работу на сцене, в общем, вот так и можно. Поэтому, я несколько приемов сейчас просто покажу. Это все очень просто. Надо, главное-главное, не бояться, чтобы ученик работал с залом. Чтобы исполнитель работал с залом. Это самое-самое главное. Когда я начинал играть вместе с Евгением Крошевой по своей обработке, я говорю, зачем ты это делаешь? Ну, сядь на стул, как нормальный музыкант. Вот кнись в пол и сыграй музыку. Поверьте, это мечта всей моей жизни. Не получается. Не получается. И поэтому получается народное шоу. А народное шоу делается так. Итак, значит, во-первых, мы шоу, правильно? Бери, здорово, на себя. Вот чем мне нравятся гармонисты. Ребята, нормально, бери стол уноси. Где нашим нужно? Бери, взяли вот туда. Давай, 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 давай. Почти не упало. Ну, и теперь покажи, как ты обычно выходишь. Он что играл? Он что играл? Амидаток, где? Барнию играл Горбенко. Можно вас? Таня Михайловна, да? Спасибо. Присядь, вот туда, чтобы немножко нам помогать. У меня времени мало, к сожалению, поэтому... Так, наскок. Просто выйди. Он играл Барнию или только деревенскую, я не помню. Он играл Барнию стоя, а деревенскую сидя. Давай Барнию. Вот покажи мне, Петрович, ваша Барния. Давай, пошел. И тут сейчас он вышел лучше, чем на конкурсе. Правильно? Да. Правильно. Ну, начнем с чего? Ты работаешь с залом. Понятно? Есть два принципа работы. Когда вы сидите, играете что-то академическое. Ребят, берите на вооружение. Вы смотрите, куда? Как вас учите? Тихоточку. Как учил педагог? Сидите, атака. Сидите. Ну, да. Куда надо смотреть, когда ты играешь, сидя на стуле, что-то академическое такое? Ну, в зал-то рядом. В угол. Первый зал. Вот, в угол обычно ставим. Куда надо смотреть? В угол. Педагоги, кто правильно скажет, куда надо смотреть? По исполнению любого произведения, когда ты сидишь здесь, и перед тобой зал. И ты должен смотреть. Ну, помимо, кроме пола, ну, секундочку. Вот видите? Вот вам уже ваши элементарные моменты. Кто в пол должен, что в пол, где дырка, а если просмотрите дырку, провалите? Кто в угол? В угол ставим. Кто на инструмент? Кто что? Надо, конечно, думать о музыке, понятно. Но если вы работаете профессионально на сцене, самое лучшее, смотреть выше последнего ряда на метр, ну, на полтора. Это закон, который знает любой странный. И впечатление, если вы играете, допустим, вы смотрите туда, впечатление, что вы смотрите на всех. И каждый зритель, понимая, что вы работаете, только играете, только для него. Это аксиома. Первый урок режиссуры. Представьте, что вы думаете, или, простите, даже представление. Теперь дальше. Ты сейчас повел куда? А балкона у нас нет. А там балкона тоже никого нет. Поэтому ты должен смотреть туда. Теперь дальше. Он играет техническую. Понятно? Потому что народный, это фольклёр. Значит, что? Он должен работать конкретно со зрителями. Я, когда мы жили на сцену, я учился, честно говорю, этому Виктору Фёстровичу Гридину. Великому мастеру. Я первый раз, когда его услышал, я учился в Минсенке, это был Центральный Дом Работников Искусств. А еще в этом концепте, кстати, у нас же Бриорловский на игре выступал. Он, где-то, большой, красивый мужец, выходит шестерят до баяна, самобода вышел. Посмотрел, оркестр готовы, да, взял-то. Потом он посмотрел, одну, выбрал эту, раз, и на я, трель, я, трель, я, трель, лих, и все, взял его. Он промазал. Он на терцию не попал. А это уже было неважно. И он играл дальше. Вот что он делал. Поэтому, когда работаешь на это выигры, надо смотреть, видеть каждого. Вот смотри, первое, что ты сейчас идешь. Играешь. Ну, широко сыграй, пока. Еще раз, барами пошла, давай. У нее хорошая гармошка, а больше еще бары зашире. И, давай. Вот так и играет. Тише не надо, это бары. Давай, играем. Ну, только там, естественно, сантасии, как цвет гармошки. Идешь? Поиграем вам. Вот, здесь прекрасный педагог, потом выдвиженный рук, сложил к нему. Не надо, подождите. Подождите, я сейчас не проверю. Идешь, поиграл ему чуть-чуть. Потом играешь. Посмотрите, через одного. Прекрасная женщина сидит. Тетя Таня. Потом идешь сюда. Еще играешь к педагогу. Ты понял? И при этом, пока просто улыбаешься. Я тебе просто покажу, как это делается. Чтоб ты видел. Стань вот сюда, спиной ко мне. Ой, спиной за мной. Я на том, это не важно. Вот, смотри. Я работаю туда. Я, вот это на меня. Это просто. Вот это просто сделаю. Фейтапно просто. Не так просто. Да? Да? Времени мало. Вообще, подождите. Пока ты знания сделаешь. Сначала сделаю. Да? Ну что? Улыбка. Улыбка. И пошел. Помнишь, дядю, тетю, тетю. А, ну вообще не знаком. Давай, пошли. И... Улыбни. Следующую. Следующую. Улыбку. Еще. Улыбку. Улыбка. Улыбка. Это те же. Просто. И зал уже твой. Теперь дальше. Позвали на меня. Тогда я вводил, вот после того, как Евгений Петрович получил документальное подтверждение, обоснование Евгения преподавания гармонии в училище, естественно, шел вопрос, что было в трех лет. Вы помните, Евгений Петрович, потом пошел институт, и, слава богу, начали разрешать вводить, собственно говоря, инструменты гармонии в программу обучения в школах. Деши, Деши, там, Дремша, тогда только стали меняться. Кстати, самый интересный вопрос, звонят со всей России, ой, Евгений Петрович, ой, пришлите программу, то, сё, от Дербенко, до Дербенко не дозвонишься. Ну, было всегда так. Я говорю, не ладно, вы ничего не думайте, вы просто берите так. Вы, Баян, пишите гармонии, гармонии. Все те же контрольные точки, меняете всего лишь тех условий, тех академий, и репертуар, а репертуар Евгений Петрович вам поможет. Правильно? Всё, самый простой способ, что думаете? А потом уже, да, когда вы добавляете характерность, инструменты, ещё какие-то другие моменты, например, очень хочется мне добавить, я думаю, Евгений Петрович рано или поздно всё-таки программу музыкального училища, колледжа культуры, ой, очень музыкального, видео такой пример, как народная импровизация. Или расшифровка фольклора, вот как бывает у горовиков, фольклористов. Потому что мы со временем, мы должны вот что делать, мне кажется, развивать, популяризировать гармон по всем направлениям, но при этом не забывать о своих корнях. Вот у нас буквально неделю назад ушёл из жизни прекрасный гармонист. Он уряд с первой премии в Иваново был. Шикарный вопрос, когда начал играть, то традиция. Хорошая традиция, такая-то прокачивая, не два корня, а хорошая. Но мы не записали, кто-то ушёл. Человек ушёл без вопросов. Без вопросов. Поэтому, у меня лично много есть записей. У вас, дорогие педагоги, по возможности пишите, пишите. Пусть это будет сначала две ноты, обязательно за эти двух нот что-то вырастет потом. У нас не получится, он Евгений Петрович по-моему. Не вопрос. Поэтому, потом будет возможность давать ученикам, ученикам учеников, они будут расшифровывать. Таким образом, не умрёт наша традиционная. А что касаемо дальше, тут проблем, конечно, нет. По всем, по всем направлениям. Но возвращаемся к нему. Итак. А, да, я почему плане. Когда я в школе Пехтов, ну, 4-я школа на спускайнике, я преподавал гармонь, брал от трёх лет, доводил дальше, потом об училище Евгения Петровича, туда-сюда. У меня были такие предметы. Помимо спецпредмета, там, 2 часа, да, за счёт, скажем так, часов на одарённых детей, ещё кто-то находили разные возможности. Кстати, мне тогда пошёл Корниловский, слава богу, это замок по учебному воспитанию, по учебному у нас в работе. У меня был на каждого гармониста час основа русской хореографии. То есть его учили танцевать. Извините, конечно, для многих академистов сейчас будет непонятно. Дальше. У него был час основы русского пения. Поэтому они у меня и пели, и танцевали. И я им сам преподавал сценические искусства. Помимо сальфеджио, феории музыки, тоже педагог это делает. Ну и специально. Поэтому они смотрелись, они слушались, в Кремле много раз выступали в программах оркестры Николая Николаевича. Но разговор сейчас необык. И мы начинали вот с чего. Смотри на меня. Мы начинали вот с чего. Самая первая улыбка, вот так. Вот, это была вторая, когда мы снимали улыбку, простой театральный приём. Улыбнись, работай. Это балл. Шире. Вот она. Вот теперь смотри. Улыбок может много быть. Вот это первая. Раз. Теперь вторая. Посмотри на педагога. В чём я плохо учил? Давай. Ну вот. Отлично. Запомнил, да? Вот это первая. Вот это. Вторая. А третья, ну не знаю, какая она. О, отлично. Запомнил? Итак, первая улыбка. Сетя. Как пример. Тетя работа, понятно. Понятно. Массер-класс. И смотри, видишь дядю, да? Кот, который снимает. Видишь тётю, которая тебя улыбал. И тётя, которая тебя воспитывала, да? И теперь смотри, что она делает. Этому дядю. Играешь, барыну, да? Играешь, понятно? Я в текст не лезу. Вот этому дядю широко улыбаешься. Вот это и тётя. Вот это. Проверим, как получится. Поехали. Внимание. Итак, ну прежде всего, залп подержите аплодисменты. И как залп. Поехали. Стреливай. Левый, давай. Вот. А этот. А этот. А? И уже жюри смотрят. То есть смотри, какой игровой парень, а? Это понятно? То есть вы взяли выход. Всё, выход он сделал. А дальше, если ты играешь в барын, как... Вот я помню, у него просто несколько приёмов. Время сейчас, это не мало. Вы знаете, долгое время я работал в хореографии. Я профессиональный концепент, я в хореографии с 30-летним стажем. Вот с хором работал. У них есть чему поучиться. Более того, я считаю, что сейчас идёт сплошное насилие попсы. У них тоже стоит поучиться. Стоит поучиться работать на сцене. Держать зрителя. Работать со звуком, со светом, с хореографией. Скажите, что я не прав. Подтанцовка, эффекты. Так почему же мы этим не пользуемся? Я первый в стране, кто выиграл ещё в 95-м, по-моему, гармонь, с эстрадным сопровождением. Даже очень известные, близкие мне люди, известные, говорили, зачем ты это и делаешь? Сейчас все работают с фонограммами. Обратите внимание, это не потому, что мне это нравится. Хотя мне очень многие нравятся. Я играю техно, я играю рок, хат-рок, я играю дураки. Все, что уходить, это большая программа. Потому что приходится работать от хороших площадок до ночных клубов. Разговор не об этом. Но зато народ, по-моему, по-моему, ой, а что это инструмент? Ну гармошка, это что? Он трезвее. И это что у тебя? Это я сейчас столбасился под гармозун. Я не говорю, что это нужно. Согласен. Но нас поставили в жёсткие условия современной, как бы так, ситуации, когда мы никому не нужны, когда как раз все средства массовой информации доказывают обратное, что Россия быть русским не популярна. Так вот, помните? Да, я русский, не стержусь. Я люблю гармонь и русский. Это я написал ещё 10 лет назад, но до сих пор это актуально. И нет, короче, вообще такие прекрасные стихи пишут. Поэтому, вот ты пришёл сюда, ты должен доказать, что гармонь, она на сцене королева. Итак, вот ты пришёл. Выграй дальше. Несколько приёмов. Стой, стой. Вот про это мы забыли, что ты делал так. У, а, и забыл. Дальше ты вышел сюда. Вот ты вышел. Играй. Широкая красивая улыбка. Давай. Вы ему объясняли вот этот самый традиционный приём? Гармонезис. Играй. Я за тебя работаю. Давай. Вот квадратный. Смотри. Сыграл? Теперь обратно так, сверху вот так вот. Вот сейчас сыграй. Улыбаешься туда, сюда раздвигаешь. Сколько там? Три, четыре такта. И обратно, через ветку раздвигаешь тебя. Давай. Пошёл. Улыбай. Улыбка. Куда смотри. Туда. Стой. Стой. Договорись. Вот, погонишь. Дядьники за пунктом сидят. Вот, дядь. Вот. Помашите артисту ручкой. Смотри туда. И улыбайся. Давай. Давай. Улыбайся. 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 Вот туда. Ветей. Звобода. Вот так вот. Улыбайся. Улыбайся. Не подъедите. Еще раз. Повторить. Закрепить. Смотри туда. Мехнись ты сюда. И улыбайся. И. Давай. Через ветку. Как вариант. Он, смотри, ты уже заигрался. Совершенно другой. Давай, я просто покажу, чтобы ты запомнился. Давай, ладно. Я даже на одну руке. Так, так. Большой прием. Точно такой же. Ты смотришь, смотри. Вот сюда. На гармонку. Вот сюда. На микс. Вот он. Появляется все. Это понятно? Я не только для него сесть, а сколько для вы. Дальше. Смотри. Стань ты ты на кой на стол. Не бойся. Давай. Сильнее. Вот она. Гармонист. Жанр. Смотри туда. Играй туда. Спасибо.